Россия, священная наша держава, Россия, любимая душа страны! 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 К 70-летию Великой Победы на площади нашего села рядом с обелиском односельчанам, погибшим за родину, свое законное место занял памятник герою гражданской войны, командиру партизанского отряда Вениамину Куприяновичу Павлуцкому, сражавшемуся с японскими интервентами. По уже давно сложившейся традиции, в День Победы в караул к обелиску встают выпускники с Бегинской средней школы номер 34. Караул у обелиска односельчанам, погибшим за родину, принять Дедусову Александру и Галкиной Кристине! Караул у памятника Вениамину Куприяновичу Павлуцкому, принять Парадовской Анне, Фаизову Александру, Зеленскому роману! Отгремела война, уже давней историей стала, но никак не отпустит тревожную память бойца. От фугасов и мин мы очистили наши кварталы, но какой же сапер разминирует наши сердца? Нам вспомнить страшно, как это начиналось, как раскололся мир от бори пополам. Нам вспомнить страшно, как долго продолжалось суровое то время, что мы великою отечественную зовем. И вспомнить страшно, и забыть нельзя. Хотя 70 лет прошло, 70. Сегодня, 9 мая 2015 года, мы собрались здесь всем селом, всем миром, чтобы вспомнить о Великой Отечественной войне. О людям, которые сражались и трудились за Родину, за счастье, за свободу на нашей земле, за то, чтобы мы могли учиться, играть, дружить, работать и мечтать. Нам надо вспомнить. Казалось, было холодно цветам, и от росы они слегка поблекли. Зарю, что шла по травам и кустам, шарили немецкие и мокрые. Цветок в арсенках весь к цветку приник, и пограничник протянул к ним руки. А немцам, круто, кофе пить, если бы в танке закрывали руки. Такое все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной каких-то пять минут осталось. Ой, что это? Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра. Без всякого объявления войны Германские вооруженные силы Атаковали границы Советского Союза. Ты не парь, сестренка, мам, не рыдай. Я вернусь с победой у наш родимый край. Сражайся смело, грани фашиста, пусть будет небо над нами чисто. Буду отважно и обрать города, смелым, бесстрашным буду всегда. Есть у нас танки, есть пулеметы, есть у нас пушки и самолеты. Будем врагов мы бесстрашно крушить, чтобы отчизну освободить. Освободить! Это было так давно война. От Москвы до Берлина 2600 километров. Так мало, правда? Если ехать поездом, то это менее двух суток. Самолетом? Так вообще три часа. Перебежками и по Кластунски 4 года. 1418 дней и 27 миллионов погибших в Советском Союзе. 27 миллионов на 2600 километрах. Это значит 10400 убитых ежедневно. 10 человек на каждый метр земли. 27 миллионов погибших за 1418 дней. Это значит 19 тысяч убитых ежедневно. 800 человек в час. 13 человек каждую минуту. 27 миллионов погибших в соотношении ко всему населению. Это значит каждый шестой. Каждый шестой житель нашей страны погиб во время войны. 27 миллионов погибших. А сколько это неродившихся детей, сколько вдов и сирот? Чем измерить человеческое горе? Ничем. Оно неизмеримо. Только в горе-то выстоял советский солдат. Все четыре года. Все 1418 дней. Вы сильнее вымысла правдою своей Тысяча четыреста восемнадцать дней Шла война жестокая, Грохотец снарядов Возле Севастополя, Возле Сталинграда Не забудем грозный сорок первый, Правый и великий сорок пятый. Как же вы все вынесли, солдаты? Как же вы все вынесли, солдаты? Просто был героем, Каждый первый Просто не вернулся Каждый пятый От гремели выстрелы, А в душе моей Тысяча четыреста восемнадцать дней Все солдат, что помнится Про внукам победой, Как война окончилась Праздникам победы. Не забудем грозный сорок первый, Правый и великий сорок пятый. Как же вы все вынесли, солдаты? Как же вы все вынесли, солдаты? Рожа был героем, Каждый первый Просто не вернулся Каждый пятый Семьдесят лет прошло Слово предоставляется Главе администрации Сельского поселения Избединское Куприянову Сергею Михайловичу Уважаемые односельчане, Дорогие ветераны Петруженики тыла, Поздравляю вас с Днем Победы. Прошло семьдесят лет, Как закончилась Великая Отечественная война, Но девятое мая Был, есть и будет Нашим главным праздником. Это день национального триумфа, Народной гордости, День скорби и вечной памяти. Это праздник, Когда торжествует Всепобеждающая сила патриотизма, Когда все мы особенно остро чувствуем, Что значит быть верным Родине, И как важно уметь отстаивать ее интересы. Мы должны быть достойны Подвигов наших отцов, Дедов и прадедов. Они насмех сражались с врагом, Защитили родную землю, Сокрушили нацизм, Победа ковалась на передовой, В тылу добывалась партизанских отрядов и подполье. Железная воля советского народа, Его бесстрашие и стойкость Спасли Европу от рабства. Именно наша страна гнала нацистов до их логова, Добилась их полного и окончательного разгрома, Победила ценой миллионов жертв И страшных испытаний. Мы всегда будем беречь эту священную, Немеркнущую правду. Не допустим предательства И забвения героев, Всех, кто не жалея себя, Сохранил мир на планете. Дорогие друзья, Сегодня мы склоняем головы Перед памятью погибших, Перед памятью тех, Кого уже нет рядом с нами. В каждой семье Чтят их преданность Отечеству. Неразрывная связь поколений, Наше огромное национальное богатство. В нем сила и достоинство России. Мы благодарим наших ветеранов И тружеников тыла И гордимся ими. В этот великий день Нет никого роднее и дороже вас. В вашу честь святые салюты. Но главное, Мы отдаем вам тепло Наших сердец. Вы не только с честью прошли Через военное лихолетие, Но и восстановили страну, Работали на общее благо, Умели дружить, Радоваться жизни И завещали нам Держать эту высоту. Высоту созидания, Единства и любви к Родине. Мы вас никогда не подведем. Будем беречь Россию, Ее славную историю, Ставить превыше всего Служение Отечеству. Слава народу-победителю. С праздником вас. С Днем Великой Победы. Ура! Слово предоставляется Директор Узбегинской средней школы Номер 34 Спиридоновой Надежде Анатольевне. 9 мая 1945 года. Все дальше и дальше от нас Эта дата. Все меньше и меньше Живых свидетелей Тех страшных событий. Того великого подвига, Который совершил наш народ. И вот уже на месте, Где раньше сидели ветераны, Стоят их потомки, Правнуки, Героев Великой Отечественной войны, С гордостью держа Портреты своих прадедов. Я верю в то, Что гордость, Которая наполняет наши сердца, Будет вечной. Гордость за то, Что нас никто и никогда Не сломил. Я верю в то, Что из поколения в поколение Мы будем передавать Истинную правду О том, Кто действительно победил В этой войне. О том, Кто действительно Освободил не только Свою страну, Но и спас Европу От фашизма. О том, Кто на самом деле Заплатил самую высокую цену За победу. Дорогие односельчане, Я поздравляю вас С самым светлым праздником В нашей стране. Желаю вам Мирного неба над головой. С Днем Победы! Слово предоставляется Председателю Совета Сельского поселения Соболеву Константину Владимировичу. Дорогие земляки, Поздравляю вас С юбилеем Великой Победы Добра над злом. Прошло уже 70 лет, Но каждый день 9 мая Мы будем скорбить О погибших. Мы будем помнить О той войне. Наш народ В годы войны Отдал победе Все. Дорогие друзья, Наш святой долг Помнить Величайший подвиг Наши ветеранов Низкий поклон Всем участникам Войны С праздником Дорогие друзья Пусть Неумолимо И бессердечно Время Но сегодня Все наши ветераны С нами Стройными рядами Стоят они В колонии памяти Бессмертного полка Мир павшим Не вернувшимся домой Ушедшим Поклон Толовикам На смену Вставшим Всем, Кто победу Пребежал Поклон Земной В честь Великой Победы В честь Солдат Победы Ружейный Залп Заряжай Огонь Заряжай Огонь Заряжай Огонь Ура Дорогие товарищи Ура Ура Шагом Марш Сегодня Мы слышим Стук сердец Ветеранов Великой Отечественной Войны Стук сердец Вдов Потерявших Своих Мужей Стук сердец Замученных В комслагерях Стук сердец Маленьких Детей Положивших Свои Беспомощные Жизни На Алтарь Войны Мы Слышим Давайте Помолчим Али Субтитры создавал DimaTorzok Кобелиску мы пройдем, марш победы пропоем! Славьтесь, прадеды и деды! Одержали вы победу! Вы отечество спасли, вы защитники земли! За великую победу! Славьтесь, прадеды и деды! Еще гремят салюты майя, парад победы недалек! Мы в среду песню посылаем, пускай летит как голубой! Победа! 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 Во веки не смог не дефит! Спасибо вам, прадеды и деды! За ваш нерасстрелянный мир! Победа! 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 Спасибо вам, прадеды и деды! За ваш нерасстрелянный мир! Вставай, страна! Победа! 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 Спасибо вам, прадеды и деды! За ваш нерасстрелянный мир! Мир, мир! День Победы! День Победы! День Победы! День Победы! День Победы! Опять война! Опять блокада! А может, нам о них забыть? Я слышу иногда, не надо, не надо раны бередить! Ведь это правда, что очень страшно напоминание о войне. О той войне уж прочитали стихов достаточно вполне. И может показаться правы и убедительны слова. Но даже если это правда, такая правда не права. Чтоб снова на земной планете не повторилась той беды, Должны мы быть за все в ответе. Должны все помнить. Я и ты. В знак великой благодарности и скорби Несут с беденцы цветы. Цветы к подножию обелисков. Венок возлагается от представителей администрации сельского поселения Сбединская, Совета депутатов сельского поселения Сбединская. Венок возлагается коллективом фельдшерского пункта. Центр, работники Центра социального обслуживания населения Уже положили свой венок в подножие обелиска. Возлагается венок от предприятий торговли села Сбеда. Венок от ТВСК «Услуга». Венок памяти от лесозаготовительных предприятий. К нему присоединяются венки от железнодорожных предприятий. Железнодорожники несут в свои венки памяти к подножию обелиска погибших Агнасельчанам и к подножию обелиска Павлюцкого. Возлагается венок от коллектива средней школы номер 34. И трогательные детские ручонки несут цветы к подножию памятника. Трогательные детские ручонки несут цветы к подножию памятника. Знак признательности за мирное небо. Свет за ними, к ним, к этим детям присоединяются все благодарные жители Сбегов. Ложатся цветы к подножию обелисков ради того, чтобы не наполнялись глаза слезами горя, чтобы не сжималось сердце от страха, чтобы не было войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам, друженики войны. Слава вам, победители! Вечная слава и память! Пусть к самым небесам вознесется она. К самым небесам дружно все выпускаем свои шарики в небо, как дань памяти нашим дорогим ветеранам, как символ того, что мы не хотим войны, и что мы его никогда не повторим, этот страшный миг войны. Спать легли однажды деды, окна все затемнены, а проснулись на рассвете в окнах свет, и нет войны. Можно больше не прощаться, и на фронт не провожать, и налетов не бояться, и ночных тревог не ждать. Люди празднуют победу, весь летит во все концы. С фронта едут, едут, едут наши деды и отцы и смешались на платформах шумной, радостной толпой. Сыновья в военных формах и мужья в военных формах, и отцы в военных формах, что с войны пришли домой. Здравствуй, воин-победитель, мой товарищ, друг и брат, мой защитник, мой спаситель, Красной Армии и солдат.